Пикник 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 Группа Пикник регулярно выступает для тверских поклонников не только сольными концертами, но и на различных фестивалях. В этом году они должны снова выступить на нашествии, а также на опен-эйре «Рок над Волгой». Но, как признается лидер группы Эдмунд Шхлярский, фестиваль – это не та площадка, которая могла бы вывести группу на новый уровень. Показатель востребованности – это сольные выступления. Мне нравится музыка, необычный вокал Эдмунд Шхлярского. Нравится их творчество. Не скажу, что фанат, но творчество очень нравится. Мне нравится музыка, мне нравится тот смысл, который они вкладывают в свои песни. Ну и группа, которая держится уже десятки лет. Философия, музыка, ну и, пожалуй, все их концерты, их отношение к публике и вся их жизнь. Альбом «Певец Декаданс» вышел в октябре прошлого года. Сейчас «Пикник» представляет издание виниловой пластинки. Программу «Декаданс» группа уже представляла в десятках городов России, Украины, Белоруссии и Прибалтики. В день выступления в Твери Эдмунд Шхлярский поделился идеями о следующем альбоме. Сейчас у нас мысли о новой программе, которая, скорее всего, будет называться «Азбука Морзе», и у нас уже воображение развивается в этом направлении. Мы придумываем какие-то образы, какие-то будут, естественно, отметаться, потому что не все они, наверное, возможно, их будет материализовать, но, значит, что-то мы уже начинаем думать. Музыканты «Пикника» рассказали, что сейчас идет работа над клипом на песню «Игла» из нового альбома. В Твери группа исполнила свои самые известные песни и, конечно же, композиции из программы «Декаданс». Музыканты «Пикника» Музыканты «Пикника» Музыканты «Пикника»